Как дышит рябушка Так, сделаем Для того, чтобы схема была понятнее Вот это розоволтка Так, вот это что за отверстие Ноздря, совершенно верно Теперь, на задней стенке ротоглотки Расположен не просто вход в пищевод Вот он, вход в пищевод Вот это пищевод Дальше там будет жул Если по этой дорожке пойти Но под пищеводом Находится еще одно отверстие А это дорога куда? Это трофея? У амфибии нет трофея В том-то и дело, что у них система настолько простая Что входы в легких Просто подходят к самому началу глотки Настоящей бронхо-троликовой амфибии нет Настоящей трофеи нет Просто это вытянутые мешки Вот такие И вот здесь, в этом месте Между глоткой и легкими Стоит исключительно важный орган Который называется гортень Без него не может обойтись Ни одно живое существо, которое дышит легкими А теперь смотрим, как система работает Ну, во-первых, глотка Это самый первый участок кишечника Скажите, а в стенке кишечный труд тянет? Мышцы есть или нет? В стенках кишечника Обязательно есть А иначе как бы пища проходила по кишечнику Сама собой? Значит, мышцы, конечно, есть В результате Вот она, глотка Вот Это переднее расширение кишечной трубки И здесь, в стенках Которые приросли к костям черепа Есть своему сплаку Мышцы эти двухпольцами Вот такие коциевые мышцы А плюс к этому Одна из очень важных скелетных косточек У позвоночных Ну, в рамках школьной биологии Она вообще даже никак не рассматривается Большинство людей даже не подозревает Что она у них есть Находится эта косточка вот здесь Вот у вас нижняя челюсть А внутри орбиты нижней челюсти Небольшая, похожая на подпоку косточка У нее интереснейшая эволюционная история Но это не наша сегодняшняя тема Значит, называться будет подъязычная система Вот без нее вы дышать не сможете Глотать не сможете Значит, вот здесь находится у лягушки Вот это Ну, у нее, правда, от ни кости Это хрящ Язычный хрящ А от него идут мышцы Вот сюда Как называется вот этот скелетный элемент На котором у нас с вами сходятся Ребра и ключица Грудина Совершенно верно Ребр в лягушки нет Но ключица-то есть Поэтому Вот она, грудина И вот так вот мышцы От подъязычного хряща К предгрудине А пересмотрим Гортань является клапаном От клапана И в настре стоит клапан Как вентилирует Люськи и лягушка Первая фаза Давайте от нас клапан 1 Вот это клапан 2 Первая фаза Клапан 1 открыт Клапан 2 закрыт Сократились вот эти мышцы Мышцы подъязычные В результате Грудин никуда уехать не может Она просто пришит к скелету А вот этот хрящ Подвешен Если мышца сократилась Куда этот хрящ поехал? Вниз Вниз Вот такое положение Займал Так? А при этом Что с нижней стороной Вот у лягушки? Ведь хрящ-то вот здесь Пропоет Ага Вы никогда не видели Вот лягушка сидит на берегу Чего у нее с гуру? Да все время двигать Вот так Вот это и есть Вот эти движения Да? Итак Если дно глотки Уехало вниз Что с объемом глотки? Увеличился А клапан открыт Что делает воздух? Заходят Догадайтесь Как будет выглядеть Вторая фаза? Какой? Номеральный Один закрыли А два? Открыли Подъязычные мышцы Расслабили А какие сократили? Кольцевые Вот эти Если мы сократим Кольцевые мышцы Что с объемом глотки? Увеличится Увеличится? Уменьшится А что с давлением? Возрастет Это Вторая фаза Давление в глотке возросло Воздух через ноздрю Выкинуть не может Клапан закрыт А гордами открыты Куда пойдет воздух из глотки? В легке В легке Лягушка Обратите внимание Как называется Любое действие По проталкиванию глоткой Чего-либо Внутрь тела Как называется Повторяю вопрос Любое действие По проталкиванию Чего-либо Глоткой Вглоте Глотами Что лягушка Делает с воздухом? Глотаю Конечно Глотаю Хорошо И здесь есть Одна тонкость Скажите Пожалуйста А вот лично У вас Что больше? Объем глотка Или объем вдоха? А во сколько раз примерно? Ага Два раза Вот когда вы сейчас сидите У вас нет форсированного дыхания Вы нормально дышите Так? Все равно Объем вашего вдоха Сейчас От полулитра до литра Так? Скажите пожалуйста Вы хотя бы полулитра Одним глотком Вы пить можете? Нет Вы понимаете Что вы 5-6 глотков сделаете Даже самые большие глотки То есть Объем глотка Существенно меньше Чем объем вдоха Поэтому Как дышит лягушка А лягушка дышит Вот так Смотрите на меня Идея понятна? То есть она производит Сирию глотков Закачивая Буквально Накачивая Свои легкие Воздух Да? Что ей достаточно сделать Для того Чтобы произошел выдох Какие клапаны конкретные? Оба клапана Одновременно Если одновременно Открыть гортань и ноздрю Здесь мы повышенное давление Уже создали Что сделает воздух? Его вытолкнет на нос И то Вот оно Легкое Амфибия Как видите Используется совершенно Рыбий принцип Вентиляция Воздух проталкивается В легке За счет изменения Давления в воздухе За счет глотания Так Вентилирует Свои безобменные Системы рыбы И вот оказалось Что построить Хорошее Легкое Таким образом Нельзя Принципиально Вот это Та эволюционная Стена В которой Уперлись амфибии Смотрим Ну во первых Для тех Кто знает Что такое диффузия Все процессы Газообмена Во всех телах Многоклеточных Животных Идут только За счет диффузии То есть там Никаких хитростей По затратам Энергии Стороны организма Нет Вот питание Совершенно Иначе пойдет А газообмен Просто Газо ведут Из зоны Высокая концентрация В те зоны Где концентрация Ниже Славно Ну а теперь Давайте смотреть Какое легкое Мы получили Вот оно Это легкое Вот там Гортань Находится И вот Такое Нишло Значит Теперь давайте Смотрим Для того чтобы Легкое давало Много кислорода Тело Какая должна быть Площадь Поверхности Контакта Кровеносных Сосудов С воздухом Чем больше Тем лучше Вопрос Можно ли В такое тело Лягушки Всунуть Вот такие Лягушки Не Не взяли Мешки Не хватит То есть Объем Органа Ограничен А площадь Поверхности Надо создать Максимальную Предлагайте Метод Да Ну Складком Пробуем Кстати Понимаете О какой площади Вот У человека Масса 70 кг Внутренняя поверхность Лягушки Два Волейбольных Поля То есть Площадка Это огромная Пробуем Лягушке Дать Хорошее Легкое Вот Видите Я Надел Массу Массу Складочек Если мы Теперь Всех Растянем Мы Получим Очень Серьезную Внутреннюю Поверхность Только Лягушка Умрет С таким Лягушкой Давайте Смотреть Она Глотает Лягушку Согласны И вот Давайте Проследим Сейчас Проглученные Поверхности Во-первых В паузе Между вдохом И выдохом Воздух В легком Есть Или его Совсем Нет Есть Под каким Давлением Он находится Конкретнее Может Под давлением Внешней Среды Это понятно Потому что Он перестал Выходить А это значит Что давление Уравнялось Хорошо Ну и теперь Лягушка Делает Первый вдох Я вот Эту Новую Порцию Воздуха Вот так Будешь Штриховать Первый Глоток Лягушка Сделала Вот Воздух Маш Лягушка Делает Второй Глоток Давление Погушается В легком Воздух Проталкивается Подальше Лягушка Делает Третий Глоток Давление Еще Погушилось Воздух Воздух Еще Подальше Протолкнулся Вопрос Можно ли Сделать Четвертый Глоток А почему Ребят Обратите Внимание Вот я Заштриховал Часть Внутреннего Объема Легкого Это Участок Куда проник Новый Воздух А вот Площадки Куда Новый Воздух Не проник Видите Что площадь Заштрихованных Незаштрихованных Участков Более Менее Одинаковая А это Значит В данный Момент Чему Равно Давление В легком Лягушке До Того Как Лягушка Стала Себя Прессовать Там Была Одна Атмосфера А теперь Мы Вложили Объем Равный Оставочному Ну И сколько Там Давление Две Атмосферы А Лебра В легушке Есть? А понимаешь Что две Атмосферы От давления Полисио Джифа Если Лягушка Делает Следующий Глоток Что с ней Происходит? Разумеется Следующий Глоток Делать Нельзя Лягушка Открывает Оба Клапана Сразу И воздух Под давлением Выталкивается И здесь Самое Глотное А какой Воздух Выталкивает? Какой воздух Уйдет Из легкого Одна атмосфера Да нет Ясно Что упадет До одной атмосферы Вопрос Принципиальнейший Уйдет Тут воздух Который Всегда Был Плевком Или Тот Который Она Значит В результате Уйдет Тот самый Воздух Который Антон Проглотил Она Делает Следующую Серию Блоков Какое Положение Воздух Займет В легком Ровно Такое А потом Она Его Вытолкнет Следующая Серия А теперь Мой Вопрос А вот Здесь Вот Здесь Вот Здесь Воздух Хоть Когда-нибудь Сменится Или Не Сменится Значит Он Давным Давно Вот Эти Корректно Вот Эти Порции Давным Давно Попали В легком А это Значит Весь Кислород Из Этой Порции Уже Давным Давно Ушел В кровь Может Ли Эта Порция Воздуха Дать Хоть Чуть Кислорода Телу Нет Она Просто Нет Хорошо А Кредкам Из которых Построены Эти части Легких Кислород Нужен Или Не Нужен Нужен Откуда Они Убрать Тут Да Из крови Они Убрать Так что Такое Легкое Будет Обогащать Кровь Кислородом Или Отнимать Кислород У крови Отнимать Это Это Орган Позообмена Это Орган Растрат Да Поэтому Не бывает У амфибий Легких С хорошей Внутренней Поверхностью Феномен Называется Застаивание Воздуха Увеличение Внутренней Поверхности За счет Складок У амфибий Сразу И автоматически Приводит К застаиванию Воздуха Смертельно Опасная Ситуация Значит Поэтому В реальности Как устроено Легкие А реальные Легкие Амфибии Как устроено Обратите внимание Складки Все-таки Есть Да Но почему В данном случае Застаивание Не страшно Вот в этом случае Смертельно Опасно А здесь Застаивание Не произойдет Давайте смотреть При вдохе Вот серия Вдоха Да Воздух Вдохая Занял Вот это Положение Но Ведь сюда Он все равно Не пройдет Почему Не произойдет Застаивание А диффузию Вы можете Остановить А кто-нибудь Вообще Может остановить Диффузию Или нет Значит Обратите внимание Вот у вас Какая Ширина Коридора Сквозь Которые Кислород Из этой части Может Диффундировать Вот сюда Через Такое Широкое Окно Диффузия Пройдет Успешно А между Вот этими Узкими Складками Сколько У вас За счет Диффузии Кислорода Туда В глубину Поступит Мало Считай Совсем Ничего Поэтому Обновление Воздуха Происходит Во всем Объеме Но Складки Нельзя Ставить Часто Это Заблокирует Диффузию А Проверь Такое Легкое Как следует Можно Только За счет Диффузионных Процесс В результате Легкая Амфилия Определяется Как Слабо Складчатая У амфилии Слабо Складчатая Лежка Совершенно Недостаточной Площадью Газообмена Только Одна Единственная Группа Амфилий Жабы Самая Продвинутая В смысле Кислородного Дыхания В смысле Воздушного Дыхания Умудряется Чуть больше 50% Кислорода Получать Через Легкие А все Остальные Амфибии Как получают Через Колжен Покровный Казообмен Легкие Их просто Не в состоянии Дать достаточно Кислорода И сразу Получаем Ограничения На строение Колжен Дело в том Что Диффузия Сквозь Сухую Поверхность Пойдет Примерно В миллион Раз Смедленнее Чем Через Влажную В результате Если Мы собираемся Вести Диффузию Склорода Через внешнюю Поверхность Кожи Какая Она должна Быть Постоянно Влажная Вообще По идее Можно было Просто голову Выделять И с него Почему Этого Не происходит Представьте В этом конце Аудитории Я пролил Стакан воды А в том конце Аудитория Стакан киселя Вопрос Какая лужа Высохнет Первым Вода Конечно Вода Конечно А для Наземного Зверя Любого Наземного Зверя Вода Это Дефицитный Ресурс Так что Тратить Безумно Много Воды Афилия Просто Не имеет Прав Поэтому Не чистая Вода Выделяется На поверхность А вода С добавкой Углеводов Полиуглеводов Так Которую Мы с вами Называем Словом Слизи Значит Скажите Пожалуйста А Может Ли Такая Кожа Толстой И прочной В Амфибии Нет Конечно Она должна быть Голкой Газоводопроницаемой И получаем Парадокс Вообще-то У кожи Главнейшая Задача Защита Тела Скажите Пожалуйста Такая кожа Является Надежной Защитой Для Тела Как Защищаться Главно Яд Разумеется У всех Амфибии Обязательно В покровах Ядовитые Железы А теперь Скажите Пожалуйста На кого В первую Очередь Яды Кожные Яды Амфибии Будут Действовать Скажите Пожалуйста Лично Вас В данный Момент Кто-нибудь Пробует Съесть Уверены А по-моему Миллиарды Существ Разумеется А почему Им не удается Вас съесть А потому Что кожа Несъедобная Она у нас С вами Плотная Из белка Кератина Который Переваришь Значит Имеет ли Возможность Прибушки Завести себе Такие Покровы Нет Покровы Еще раз Я говорю Тонкие Газоводопроницаемые Никаких Оргавей Значит На кого В первую Очередь Действуют Яды Всех Амфибий На бактерии На споры Грибов Блокируют Развитие И так далее То есть Такие вещества Будут называться Бактериостатические Вещества Или Бактериоцидные Вещества Либо Останавливаем Развитие Бактерий Либо Убиваем Бактерии Значит С этим Связано Один момент Который Современному Горожанину Богу Не придет Скажите Холодильники Когда появились Вот такой Девайс Для вас Привычный Холодильник Ну да Начал В 20 Вечер Ну Начал Первая модель В самом конце 19 века Но это еще Экстрементальный 20 век Скажите пожалуйста А молоко Это продукт Достаточно Быстро Портящийся Или Долгохранящийся Ага Ну и скажите пожалуйста Как Хозяйки Хранили Молоко До недели Разумеется Значит Сосуд с молоком Запускалась Лягушка В результате Слизистые Компоненты С тела Лягушки Растворяясь В молоке Не давали Развиваться Молочно Кислым Бактериям Должен сказать Что метод В десятки Раз более Экологичный Чем Добавление Тех Консервантов Которые Сейчас Промышленники Добавляют К молоку Знаете кстати Как проверить Качество молока Очень просто От разных Производителей Купите Налейте В стаканчике И посмотрите Какое Первым Прокиснет Как по вашему То которое Прокисло Первым Это самое Плохое Или самое Хорошее Сорта молока Которые Вообще Прокисать Не умеют Они там Скорее Высохнуто Испарятся Чем Прокисывают Это что значит Даже значит Не столько Антибиотиков Что там Вообще Никто Жить Не может А молоко Концентрация 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 В воде Концентрация Ровно Такая же Как концентрация Кислорода В воде И никаких Оснований Для уменьшения Или увеличения Его концентрация В том или ином Растворе Нет Процесс Как всегда Депрезион Найдет Через поверхность Раздел Если бактерии На поверхности Кожи Почему они Извините От кислорода Сами Ну во первых То что мы с вами Уже разбирали Ну вот наша Любимая лягушка Вот они Кольцевые мышцы Вот подъязычная Система Вот подъязычные Мышцы К груди Не ушли Так Ну и смотрим Что будет Происходить Раз Горкань Закрылась Мышцы Подъязычные Стали напрягаться Так Значит Глотка Максимально Растянута В этот момент Открывается Ноздря Извините Закрывается Ноздря Обратите внимание Начинает сжиматься Кольцевая мышца Открылась Гортень Первый Вдох Разобрались Ну и сейчас Анимация В реальном Времени Глянем Как это Все Выглядит Обратите внимание Что легкие Раздуваются Вот такими Ступеньками Скачками После каждого Глотка Ну а после Этого Сдумаются Так Хорошо Отвентилировалась Лягушка Теперь Теперь Вот та схемка Которую мы Смотрели Вот в черном Здесь залит Объем воздуха Который Лягушка Проглатывает Начиная С этого этапа Следующий Глоток Делать нельзя Потому что Давление в легком Атапе Слишком сильно Поднялось Поэтому Никаких таких Сверхразвитых Поверхностей Нет А легкие Вот такие Хорошо Сделали